Всем привет, меня зовут Доминик, и я решил стартовать новый цикл видеороликов. Как вы поняли из названия, он будет посвящен скидкам в Steam. Дело в том, что там постоянно происходят какие-то акции, какие-то бонусы при покупке тех или иных игр. И дело в том, что иногда понравившаяся вам игра может абсолютно в любой день попасть на скидку. Конечно, предугадать это невозможно. Есть, конечно, традиционные праздники, такие как Рождество, Новый год. В период летних каникул я знаю, что скидки проходят. И вот именно в эти периоды как раз-таки можно купить топовые игры со скидкой 90 или 80%. Ну, фактически даром. То есть за 2-3 доллара. Конечно же, экономия денег это очень даже неплохое подспорье. Но лично для меня определяющим фактором при покупке игры является ее качество. Насколько захватывающий там сюжет. Насколько грамотен искусственный интеллект или интересен мультиплеер. И еще самое важное, это буду ли я в эту игру играть спустя какой-то промежуток времени. Потому что есть игры, которые спустя какое-то время выглядят уже не очень привлекательно. Пример тому, это как раз-таки серия футбола или NHL. Где спустя там 5 лет, когда вы включите эту игру, вы не будете в нее играть. Потому что те персонажи, которые представлены на экране, они выглядят убого, угловато и непривлекательно. Получилось немного длинное интро, но как у меня всегда это бывает. Но как вы поняли уже из того, что на ваших экранах, речь пойдет о пятой части культовой серии Hitman Absolution. Первая часть из этой серии, которая появилась в 2000 году, она просто-напросто разорвала мой мозг в хорошем плане. Потому что такой грамотной архитектуры уровней до этого никто не делал. Одно убийство Лихонга, чего стоило, сколько сил и нервов я потратил. Миссия в отеле, это просто шедевр. И в эту игру я даже до сих пор играю. В сравнении с вау-эффектом от первой части, субъективно говоря, вторая и третья мне не очень-то понравились. Четвертую, к сожалению, я не играл. И вот когда я увидел на стиме, что продается Hitman Absolution на скидке, я обязательно купил. И поиграв, я точно могу сказать, что это возрождение легенды. Это видео будет в формате некого обзора. Я попытаюсь рассказать те минусы и плюсы, которые присутствуют в игре. Благо я ее прошел на всех уровнях сложности. И, соответственно, я думаю, мое мнение поможет вам сделать выбор, покупать ее или не покупать. Игра вышла в 2012 году, разработкой занимались IO Interactive и издатель Square Enix. Это то есть те ребята, которые отвечали за выпуск в абсолютно всех частей. Игра базируется на движке Glacier Engine 2 и, может быть, она не может похвастаться какими-то графическими наворотами, но, тем не менее, отличное сочетание света и тени, отличная тональность. Игра выглядит очень стильно и лично мне всегда приятно на нее смотреть. В игре представлены разнообразные локации. Будь то один из кварталов Чикаго или провинциальная Америка, все выглядит действительно потрясающе. В пятой части появился очень даже неплохой сюжет. В некоторых местах он сделан в стилистике road movie. Сами персонажи, они запоминающиеся и харизматичные. И что самое главное, наконец-то главный герой, он словно ожил. Он перестал быть некой посредственной марионеткой, у которой нет эмоций. Наконец-то у персонажа мы видим какие-то эмоции, какие-то переживания, какие-то сомнения. И это лично меня очень даже сильно подкупает. Звуковое оформление, музыка, все выполнено на высшем уровне. И я не могу не отметить тот факт, что в коем-то веке российская локализация получилась ну просто потрясающей. Актеры, которые дублировали роли, они выложились, мне кажется, на 100%. И за это им огромный респект. Для меня важен еще один фактор. Это то, что когда вы проходите основной сюжет, будет ли вам интересно вернуться в эту игру еще раз. К примеру, поиграть на более сложном уровне. Либо исследовать более детально локации, на которых вы присутствовали. Либо как-то более изощренно убить кого-то. И тут с уверенностью можно сказать, что разработчики в пятой части над этим вопросом очень хорошо поработали. Потому что полное прохождение сюжета занимает где-то вечер. А потом система челленджей, контрактов, она меня затянула на долгие-долгие часы. Это тот редкий случай, когда ради одного красивого убийства хочется пройти полностью всю миссию на хардкорном уровне легенда. Конечно же, игрушка не лишена своих недостатков. И первый из минусов заключается в том, что в игре довольно странный искусственный интеллект. На казуальном уровне сложности можно чуть ли не переносом врагов маячить, и они на вас не будут обращать никакого внимания. Но стоит установить уровень сложности легенда, как в конце коридора вас сразу же задетектят и отправятся в погоню. При этом, что самое интересное, можно залезть в вентиляционную шахту и тут же погоня прекращается. Есть еще один очень забавный минус, он касается системы переодевания. К примеру, вы меняете свой костюм на форму спецназовца, то есть у которого закрыто полностью все лицо, торчат только глаза и девочка. На уровне сложности легенда вы идете по темному переулку, навстречу вам такой же спецназовец. И ему достаточно всего лишь 5 секунд, чтобы понять, что вы не его товарищ. То есть как это происходит, непонятно. Казалось бы, можно подумать, что НПС просто очень-очень бдительным, но есть очередной нюанс, заключается он в том, что мимо этого спецназовца минуту назад может проходить уборщик. Мы, к примеру, этого уборщика оглушаем, переодеваемся в его форму, у нас меняется прическа. Мы опять-таки идем навстречу этому спецназовцу, и он никакой разницы не замечает. То есть бдительность? Я думаю, что нет. Просто небольшая недоработка искусственного интеллекта. В игре, к сожалению, нет абсолютно никакой системы разрушаемости, разве что можно разбить какую-нибудь стеклянную витрину или окно для отвещения внимания или проникновения внутрь. Еще у нас не очень удобная система перестрелок, но я думаю, это сделано в угоду того, чтобы люди не устраивали кровавые бойни, а все-таки проходили игру на уровне стелс. На открытых локациях, если долго всматриваться, то можно увидеть некую склейку текстур. Это может быть опечалить некоторых эстетов. И еще один забавный нюанс, он заключается в том, что под костюмом 47-го умещается целый арсенал. Это два пистолета, какая-нибудь бейсбольная бита, штурмовая винтовка и снайперка. И при этом у него могут быть свободные руки, то есть куда у него там все девается, удалил ли он себе там кучу ребер, не знаю. Ну вот такой вот забавный нюанс. Если же подводить какой-то вывод, то по моему скромному мнению, игрушка просто must have. Она одна из лучших в своем жанре. Конечно же она не лишена каких-то недостатков, но тем не менее тот фанг, который предоставит, он просто незабываем. Следующим роликом в этом цикле будет Max Payne 3, а на этом всем счастливо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok